Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Настенька! Напугал ты меня, Иванушка? Пойдем на ярмарку, там весело! Все в книжки играют, да на каруселях катаются! Не могу я, мачеха не верит! Так ты все уже сделала! Практически каждый год, вот с момента работы в этом здании, театр выезжал на гастроли. Гастроли и российские гастроли, и зарубежные гастроли. И сейчас мне ритм нужен, хоть он смыслом не загружен, словно детскою рукою нарисованный. Стойте смирно, вы пока не расшифрованы! У нас выдается такое очень активное и творческое межсезонье. Обычно театр где-то два месяца не то чтобы отдыхает, но не работает. Да, это есть отпуск у артистов и есть месяц подготовки, когда мы готовим открытие нового сезона. А в этом сезоне и в этом году немножко не так, потому что вы, наверное, видели, у нас идут активные строительные работы, наш театр преображается, он становится краше. И поэтому на лето мы запланировали для наших артистов, для нашего театра очень интересные гастроли. Самые важные гастроли будут в июле на исторической сцене Большого театра. Это действительно событие, ну такое, из ряда вон выходящее, потому что попасть на эту сцену, на эту прославленную, на эту грандиозную площадку, на которую, наверное, не каждый артист может за всю свою творческую жизнь ступить ножкой или попробовать спеть что-то. Это действительно такое серьезное испытание. Для нас это не впервой. Мы уже были и выступали в Большом театре, выступали на исторической сцене. Это было в 2015 году. И мы открывали Большой Всероссийский фестиваль «Оперная панорама». Тогда мы показали два спектакля. Это была наша очень такая яркая и серьезная, и мощная работа Фауст, опера Фауст Гуно. И балет, авторский балет Фадеичева, Алексея Николаевича Фадеичева. «Драма на охоте», связанная, естественно, с именем нашего земляка Антона Павловича Чехова. Это наш такой уникальный спектакль. Мы его очень любим, ценим, храним, бережем в репертуаре. И вот тогда мы оказались на этой сцене. Я помню ощущение абсолютно всех, кто там оказался. Это было ощущение одновременно, знаете, какого-то такого почти мистического страха и счастья. Второй международный фестиваль балета проходит в Ростовском музыкальном театре. Чьи работы из ваших коллег здесь представлены? Это картины нашего приглашенного ведущего солиста Марата Шемеунова. Но я еще не успела с ними ознакомиться. Но, видимо, это что-то интересное, новое для нас. В Большой театр это уже будет у меня вторая поездка. В 2015 году мы возили уже оперу «Фауст» и балет-драма «На охоте». Это, конечно, непередаваемые впечатления. Просто вот заходишь в залы. Мы занимались классом, нашим сценическим уроком в зале Улановой. Это было что-то. Ты заходишь и знаешь, что там мировые звезды занимаются, и какая энергетика и история этих мест. Это что-то. А когда ты просто выходишь на сцену Большого театра, конечно, ну, наверное, можно сказать, что дух захватывает однозначно. Потому что это очень трепетно, это, во-первых, это воспоминания на всю жизнь. И сейчас я с удовольствием еще раз туда жду эту поездку и, конечно, поеду. Гастроли такого уровня, тем более Большой театр, это театр едет полностью. У нас едет цех реквизита, у нас едут гримеры, постежеры. То есть мы не сами везем. Мы везем свои личные вещи, естественно, которые нужны будут в репетиционном процессе. А все это театр везет сам. Много раз это видели, и сцену, и зал. Но живем это, конечно, ни с чем не сравнимо. Поймите, что мы знаем, что там великие мастера выступали. Я уже не буду говорить Майя Михайловна Плесецкая, Галина Сергеевна Уланова, нынешние и сегодняшние звезды Светланы Захарова. Очень долго можно перечислять. И все они там стоят на этой сцене. И я еще раз повторяю, что это, конечно, очень... Это такая большая честь для нас. Но мне в прошлый раз еще удалось. Мне так получилось. Я занималась уроком у Народной артистки СССР Людмилы Семеняки. То есть я пришла к артистам Большого театра. И тоже была, конечно... Там была Анна Никулина, ведущая, прям балерин Большого театра. И ты, конечно, так стоишь с ними, занимаешься. Думаешь, это здорово. Самое главное быть собранной внутри, я считаю. Если ты собран, ты готов, ты все с собой взял, все, что тебе необходимо. Все в твоих руках. Засматриваются ли на ваших актеров? Засматриваются, конечно. А мы боимся, чтобы не украли. Действительно, артисты... Я очень хорошо помню Фауста, когда мы показывали в Москве. Это был такой прием искушенной публики московской. Я вот, знаете, вот когда это не просто мурашки, это когда даже сердце замирает, потому что 15 минут были овации. Зрители стояли и аплодировали стоя 15 минут нашему спектаклю. И когда вот каждый из артистов, кто выходил на поклоны, они чувствовали. Вот представьте, когда идет из зала этот поток эмоций, восторга, конечно, это дорогого стоит. И для артистов это важно. Для артистов очень важно. Они, конечно, все переживают. Очень переживают. И волнуются, и переживают. Потому что большая ответственность и за себя, и за свой коллектив. В этом номере у меня, знаете, какая просьба? Чтобы все-таки запас в конце был. Потому что мы так играем ярко, чтобы утонация практически уничтожается. Чтобы все-таки оставить строй, и чтобы еще был резерв в конце. Я имею в виду самая кульминация, хорошо? То есть так, оставить запас, прочее. Потому что мы уже играем очень эмоционально, но, к сожалению, это не помещается в нашу фональную степь. Будьте любезны, номер 55. Много было гастролей. Много было разных гастролей. Но в Большом театре я не был никогда. Только как зритель. Всегда с неизменным трепетом в душе. Потому что Большой театр – это Большой театр. Он единственный в мире. Это ведущий театр мира. Поэтому, конечно же, ехать в качестве постановщика ряда спектаклей, и в качестве главного дирижера такого крупного, мощного театра, как наш. Это, конечно, с одной стороны, большая гордость, но, с другой стороны, это огромная ответственность, которую я испытываю каждый день. И об этой поездке мы уже думаем очень давно, и, в общем, готовимся к ней очень серьезно. Все инструменты мы берем с собой. Обычно на гастроли не берут контрабасы, потому что это просто очень трудоемко их перевозить. Тем более мы летим на самолете, поэтому контрабасы будем просить. Ну и большие ударные инструменты. А так инструмент – это продолжение души музыканта каждого. Теперь мы будем работать на исторической сцене 4 дня и покажем 3 спектакля. Мы откроем наши гастроли оперой Жанна Д'Арк. Работа, которая больше не идет ни в одном российском театре. Вообще никогда не ставилась в Россию. Никогда, ни в одном театре. Известно, что после того, как эту оперу написал Верди, итальянская труппа привозила этот спектакль в Москву. Но никогда силами российских артистов этот спектакль не показывался. И до сих пор он идет только у нас в театре. Ну и, естественно, музыка Верди. Раннего Верди, но, тем не менее, это очень... Очень вдохновляющая музыка. Потом мы покажем 2 балета. Вернее, 2 дня, но 1 балет. Это будет «Эсмеральда», наша премьера, которая вот-вот появится на нашей сцене. Мы ее очень ждем. Вообще показывать балет на исторической сцене в Москве, на Большого театра – это высочайшая ответственность. Это сцена, на которой танцевали все прославленные танцовщики, да, великие мастера. И вот нашим артистам предстоит так не уронить планку и действительно выступить очень хорошо. Завершим четвертый день, финальный. Мы покажем оперу Хованщина. Сразу после выхода на работу мы отправимся на гастроли в Сочи. В Зимний театр, очень известный, славный своими традициями, которому тоже много лет. И мы на сцене этого театра уже выступали, по-моему, за год до Зимней Олимпиады там проходил театральный фестиваль. И вот в этот раз мы будем показывать на этой сцене 5 спектаклей. Не только на своей площадке, не только жить жизнью вот здесь, на этой стационарной, на нашей сцене, но и бывать в других городах. Что это такое? Это другой зритель, это другая сцена, это другие эмоции, это другой прием, это другая природа, другая архитектура, все другое. И это напитывает артистов. Вместе с тем, кто-то, 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 кто-то. А еще она прошла. Слушайте, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин